Пару дней назад регулятор ЕС одобрил применение Pfizer для детей от 5 лет. До принятия данного решения вакцина была рекомендована с 12 лет. В минувшую среду Минздрав России зарегистрировал вакцину от небезызвестного нам вируса для детей 12-17 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Путиным. Вот, посмотрите, если кто не видел. Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК-М, Центр Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что власть планирует сделать с нашими детьми. Вначале введут обязаловку на Западе для детей, а потом и у нас. Единственное, что отчасти сдерживает влиятельное медицинское лобби, которое, на мой взгляд, исполняет функции иностранного агента, это возможный гнев российских людей. И если элите курильщика удастся нивелировать народный протест по ограничению прав и свобод, то следующий удар, друзья, придется по нашим с вами детям. Непонимание схемы, по которым насаждается тотальный контроль, диктатура страха и разобщенности опасна. Друзья, мы на финишной прямой, маски сброшены. В Югре, например, есть лимит на выгул собаки 1 час в день. Вопрос в том, кто кого выгуливает, ведь в тюрьме строгого режима также есть норматив на прогулки 1 час в день. Разве такого будущего мы хотели для наших детей? Цифровых аусвайсов? Если вы не поняли еще, конечной целью всей этой гоп-компании являются наши дети. И вот вопрос, что вы будете делать? Готовы ли мы отдать наших детей безропотно тараканищу? Что нужно сделать? Друзья, сделайте все, что в ваших силах. Но минимально это написать губернаторам и депутатам обращение. Переслать обращение в органы власти и добиваться обязательно их ответа, потому что они любят положить все под сукно, как будто обращений и не было. Обязательно распространите данный пост, напишите ваши отношения в комментариях, поставьте лайк, пусть увидят те, кто еще надеется отсидеться в кустах в Доме крепости и думает, что его и детей это никак не коснется. Подписывайтесь, друзья, на страничку, будьте в курсе, нам необходимо объединяться. Всем пока!